всем привет у нас сегодня очень жаркая карточка на урок ли играть на этом герое будет на всем кайфового просмотра привет ребят ораклу добавили офигенный аспект на корр оракла медового соответственно теперь вы с каждым уровнем получаете почти процент увеличение урона заклинаний и врожденная способность позволяет вам предсказывать где будет находиться рума то есть вы как медак теперь спокойно контролировать активку при этом потенциала на корр у вас больше потому что в процентах урона усилятся вот она не сегодня покажет нам этого оракла суши тапсон до этого патча даже пикал медового року вот nine конечно легенда тоже выиграл int ушел ну поиграл 2 не получилось у них там взял перерывчик на год потом застрелил фальконов показал вообще очень хорошую игру поэтому найну конечно респект что спустя год перерыва может так влиться в тир-1 коллектив хорошо африк он там заняли третье или четвертое место но фил бы но увы ну слушай оракл на бумаге интересный сейчас персонаж файты идут постоянно оракл оракла бафали несколько патч подряд насколько я знаю вот хорошие белки давай так оракл очень сильный герой в виду вот напиток я не знаю до 15-20 минуты вообще это одни из самых сильных нюков наверно ну типа он со кнопок очень много демо же выносит ну да да ну что делать потом да да еще уже как бы нужно на опыте играть даже если играешь ты ходишь в этом что штормов допустим может быть у супер неприятно если марса штормы там и так далее есть кто прыгнет в тебя тоже не очень хорошо опять же сильно оракл я думаю даже таких героев играют особенно с позиции кор героя просто успевать на себя 2 3 постоянно кликать там как-то выходить хорошо уже чувствует линию против зевса забегает наперед не получает урон от молнии прям видно то что на кума классе мидер микрострейфы чувствует ну и пока хорошо чувствует продюсану банально в сзевса ты вроде как на себя 2 повесила либо на тиммейта можно сэйвить очень жестко 5 секунд по сути хорошо хорошечный прям баф дабылки от винги уже там происходит облак топ или не будет тяжеленькая чем винга очень сейчас сильный персонаж надо быть вингу тоже записать но пока посмотрим за ораклом как видим постоянно добивает крипчика в третьем скиллом но есть не жалеть ману до чтобы просто добить гриба тем спит ману для оракова 500 монопоута немного моментально кастуешь наносишь 108 стороны все довольно таки приятно оркал такой герой который лежал вообще никогда не пропустит третий спал но мало 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 стоит плюс могут потеть всякие праймал без ты там огромный герой с огромной модель как становиться в прям в крипа но с другой стороны у тебя так много урона что ты можешь заранее прям навестись прощупать под разными углами нам нужно камеру подвигать немножко и мышку грамотно поставить поэтому в целом до оранжа ты не пропускаешь а за урного чуть посложнее драться потому что резист себе особо пока что не пробивает даже его вот начал хорошо кстати нажал кнопку он и рейнджа получается первой способности забрал и и пробил немножко зевса 4 раскачка по понятным причинам именно такая совершенно по скиллам я думаю нужно немножко пробежаться фортуна первый скилл она сбрасывает лечение от 3 вы должны понимать что 3 скину накладывает лечение отнимает здоровья потом дает здоровья плюс минус то же количество вот соответственно это как висит как положительный баф на враге если третий скилл на врага повесить или на крипа больновато больновато то есть он его папа море парень помариновал немножко сперва рукой под разбил с третьим левелом он начал уже с память в него нюнки то есть нажимал 3 потом 1 чтобы для речи нет 3 сбить вот и пару тычек сверху но в конце соответственно подход его прокаст выглядит как 3 1 и снова 3 на 3 уже он финальный становится потому что лечение уже не идет потому что здесь просто погибает без просто решил спушить пачку пробивать хоть и хорошо здесь все сделают и не ожидал что а и тапочек к сожалению в рюкзачок улетел сруны появится нормально здесь и к сделал тоже огрызнулся до фулгресс и выбил показал что он не слабачок по крайней мере по характеру уж точно но мало все потратил левс ну там там руны он в принципе пачки в пушил с этим ботлом ему хватит чтобы заказить мин пачку и по идее он пойдет на баунтиру на то есть он на за все понял что в долгу играть свои 40 тяжеловато будет банку то есть он здесь я просто будет стараться играть на в пуш пачки видимо в таком духе на свой лэбл масса фарм по поводу первой способности как мы знаем она дисплей лет хил от 3 вашего же да вот как сейчас например рейндроп и конечно спасающийся помогает ему пожить вот и первый скилл применяется на себя на крипа на тиммейта из фишечек там дисплейте всякие скиллы разные на который дисплейца бочка бэтрайдера первый скилл бэтрайдера но при этом не ульта потому что развеивание нормальная да она не сильная ульты допустим сильное развеивание то есть вы ультой оракла скидываете вас о бэтрайдера а первым скиллом вы скидываете только бочку и таким напалмом логика понятного допустим виндран верки можно первым скинуть с врага щит леча можно скинуть первым срока если забрать конкретно эту игру минус армор стима это можно скинуть можно скинуть замедление всякие разные от миссы тролля можно скинуть со спектрой к примеру в целом но в этой игре как будто плюс-минус и ну и ультой соответственно вы все станы тоже дисплейте то есть минга застанет пусть укусит по поводу первого скилла что еще фишечка есть такая но об этом чуть попозже и варка тут за него ну да да персонал ракли на сайт если ты подошел герой то он стопроцентно умер демиджа конечно слишком много нему не хватит на дисплей если он хилки нету просто оставляет на добивание да хорошо 202 хороший старт второй акт уже в самом разгаре а значит вы бесплатно можете получить новые арканы на дока лук причем аж тремя способами во первых по классике трежерки банда и арканы из обновления уже добавлены во все сундуки в том числе и сундуки заманов которые можно получать просто выполняя действия на сайте во вторых вас уже ждут три гарантированные арканы в приключении где нужно выполнять простые задания и забирать крутые шмотки а в конце дарят один из самых дорогих предметов в доте в третьих за добычу рун их можно получать каждые три часа открывая бесплатный сундук ну или проходя приключения которые разблокируют еще больше ежедневных сундуков с топовым шмотом внутри если накопить больше всего рун за день подарят аркану из crown fall а если за все приключения то того самого рошана за 80000 переходите по ссылке в закрепе пока и винт бесплатный и не забывайте про промокод ну что возвращаемся кораку как мы говорили к . будет очень жаркой все только уже оракал всегда задавал темп игре особенно именно именно core oracle до сапик он такой больше на брод пассивный тут здесь коп от пробивает кстати говоря хватило повезло на тоненького 6p но сапики сапики помогли конечно во время тут оказались подхилил если у вас ноль хп соответственно вы себя не убиваете то же самое по тиммейтам можно третий скилл нажимать до на лоха похилить можно по рейнджу и динай давать по своему рейнджу можно третий скилл нажимает на рефракшн темп ларки кстати это ассо какая-то ну супремба сейчас просто раньше ты просто сбывал рефракшн а теперь это парка за то что ты сбиваешь и рефракшн получает один заряд на урон то есть ты на орак ли можешь ну просто этим скиллом добавлять и как бы дэмэдж и при этом хилить очень жестко за один заряд рефракшн а то есть на бумаге очень прикольно просто тиммейта нажимаете это парочку и делаете грязь ты пальца под бот мог мог целом подхилить сразу в арку но но зачем если можно просто шот на чувачка так он часы ну и ты тоже умер до легких килл вот сейчас файты идут как мы говорили уже там за булку хлеба за респект за просто за за идею за то что можно подраться за то что красненькая на карте есть и блин и оракал выигрывает во всех этих движухах американ дота отдала теперь всемирный носят у подвести . много героев рыкал любит размере надо одного потом второго но его еще заберет кстати говоря он попытается строиться на себя можно нажать по моему на себя и нажал видел там доме на он не особо мог нажать на венгу потому что замах каждый раз отменялся бы потому что ему орак и нужно остановиться у него и породы шуток ладно не выжить ему здесь или выжить 5 стиков есть подожди и успел забрать с собой хорошо слушай сейчас конечно комментарий кто напишет а было бы ульта от 1 суда но все мы понимаем насколько больше он киллов сделал за счет сам акшина хабилок был бы треки не замок шин дамаджи было гораздо меньше был первый не замок шин когда было бы меньше больше на 4 секунды и в ром был бы меньше поэтому тут в этом как бы и суть такого урок во что он дамажит потому что 404 раскачка вот это в том моменте вот она как он почему на себя нажал потому что ему мне хватило бы замаха по венге первого скилла времени чтобы кастануть потому что уроков бы остановился к снова нажал на себя и из-за этого в радиусе попал по венге тоже которая близко была в кустах еще первый скилл можно нажимать на тп 6 сети мэйта как допустим инсу грим строка а вот это кстати очень плохо это плохо да ну поджиг молодец хорошо сыграл такие смерти это прям печально ну барда не было в него до пуджик тут прочитал этот мент он на пудже побежал заранее в мид смаканул себя по моему даже кстати мы с тобой обязаны записать нового пуджа потому что во первых у него хук наносит урон от расстояния которая цель преодолевает на хуке то есть ты хукнул а он к тебе тянется этот герой который хукнул и он как под раптурой дамажится от расстояния в полете хабар сейчас интересного будет обязательно нужно будет поискать просто мало из четверочек кто остался на паджике катает хочется именно четверку записать я думаю что нибудь да найдем живота и почему это смерть была критичная оракла потому что во первых телепорта не было во вторых филактерию хотелось добить на оракле всегда знает где руна мы об этом не забываем да он пиликает альт и на свою врожденную способность прогнать стены прогнать текейт о хорошо классно отошел потный на импотный учила перерыв год блин ты когда три дня не играешь ты чувствуешь себя каким-то овощем есть такое да а тут чувак год не играл и так залетел с двух ног в официалке но суши на потенциально тогда ну и потенциально точно один лучших мидер 100 процентов и тяги на рашки чем говорить ты можешь стал скиллом выиграть все должен же не хватало добьет поджига тут о не хватило если то да она рахи лица под ультой когда вы нажимаете на себя на тебя это хил в два раза больше и у стеки если мне к стеку нажал нажал вот у нормальных и по остались но бог больно слишком бьют они вот это самый главный минус орак его очень легко убить на самом деле если по нему удается кликать ораку быстро умирает но всем должен быть свой баланс мне кажется этот инд будет одним из самых зрелищных вообще за последние годы вообще за последние ты сейчас настолько высокая активность в доте что мне кажется этот инд будет вообще супер жарким но может быть может быть акции турниры не смотрел в новом патче но я думаю что нам тоже активно мы пока что туриков немножечко под отошли там какие-то квал играет турик на турике вот ряд будем стримить и посмотрим сейчас же новый in the the ряд и он возможно даже поважнее чем интерна невозможно она по деньгам он будет скорее всего даже больше 2 ты думаешь к этому инту не не придумал что-то они также типа его мусорно проведут как прошло мне кажется не что-то придумает на этот значит не хочется себя разочаровывать своими же ожиданиями да поэтому можно отнестись к риаду в прошлый раз он был очень крутой но в прошлый раз там и призовой по моему был больше по моему он был 20 . то есть непонятно вот на ха ха хороший ли он и опять же чего ждать это вроде хороший можно я к чему ввел мысль что можно ряд воспринять как самый главный турнир года а если им будет лучше то хорошо если хуже то как минимум мы не соглашали себе никаких надежд не строили ожиданий по раскачке все четенько у него да по поводу второго скила фейтс и дикта вы можете повесить на себя на тиммейта выйти себе даете в резист к магии при этом атаковать можете это сделали в каком-то из патчей тоже один из папа форохла а если вешаете на врага то раньше вы что-то из на пудже на хватит порос гнидочек на бодже писали если бы пуджа не было бы в этой катке насколько бы он на урок ли тут вообще кайфовал да учись и шикарно было бы аж на пудже захотелось поиграть да на патчике тоже был давил ностальгия промотаем паузу каком второй скилл вы вешаете теперь на врага он не бьет но при этом получает урон весь магический а раньше такого не было раньше вы ему как бы и давали бить но и встраивали ему эффект бкб шички какая минута так 1323 25 хорошо после филактерии которая добавляет вам хп я думаю это вообще маска файтер на урокла нынче слишком уж большой нюк получится 3 скилл дамажит 3 чужие здесь 150 400 510 урона маканулись но он просто посушит белку а нужна я могу конечному войсу уже решили что там типа кого-то пытались забирать первый таргет просто забрать венга тут одна сейчас так такой урон урагла что можно прям за спамливать обилками потому что третий скилл не успеет парень и вот он под сейф пошел можно бежевая сейчас накинуть на урокле очень тяжело играть противая салача весел вивера весел на урокле прикольная шмотка она хп тебе дает она тебе дает вешать весел и спамить третьим то есть как бы запрещаешь герой урегеница и при этом накидываешь на него постоянно 3 очень очень прикольная комбинация скиллов при этом файты респект при этом на урну будет действовать усиление урона от аспекта то есть чем больше level тем больше ты дамажишь все усиление работает и на урну тоже вот и к слову о том почему на урокле тяжело играть но во первых позиционку всегда было тяжело на героя выдерживай до вторых на 4 активные кнопки 0 мобильности 0 escape of каких-то да то есть вас нападут а потом нужно нажимать хорошо кнопки во врагов до нужную цель фокусе туда сюда ты должен убивать ты медак ты должен дамич носить потом ты еще должен себя там поставить и тиммейта подставить потому что тиммейт все-таки рассчитывает тоже на это и все это у тебя в голове держать достаточно тяжело на кого 2 3 накинуть из тиммейтов как к вам поддиспелить что-то кого-то подхилить может быть утонуть самому не сдохнуть и поэтому носить урон такой геймплей где ты должен аккуратней чуть на урок ли я бы сказал не торопиться все делать размеренно чтобы все успеть я траля выходит да он его по сути когда троллю может ультонуть и может ему дать 2 просто на троллю тонул есть трой скилл троллякус чилит хук но и третьим добивает под фил актерей третий конечно такой кусок урает и классно то что оракла есть лант на 15 уровне на 60 к урону и лечению от фортуны либо по секунду перезарядки перри файм флеймс то есть третьего скилла ну что лучше наверное все таки кд 3 до 2 с половиной 60 урона вроде нормально а вроде как-то не очень они всегда левой нужно брать не то что даже на саппорте на перезарядочку что варка подфидела немножко немножко по разным сторонам они как-то все нижнюю башню сил света хотел помочь интересно слушай с одной стороны это вот плохо что так работает новый новый реплеи ты видишь врагов на другой стороны ты видишь хукнул ли враг да там стрейфуется ли он в твою сторону через реплей то есть мы понимаем что там бар стоит точно хотя банально варды видно да сквозь туман войны раньше же ордов не было видно то есть мне было дорожки может быть это специально сделать вообще это рел следующим артефакт знаю мало я думаю это точно бак хороша кайта не хочется еще одно начинается ой капец он жил поцель ай не успел замахивался видишь вот иди в итоге сам дерьмовые позиции есть потому что хотел поцель ведь не успел чуть-чуть там туда-сюда и умер на уровне да тильт тэпнулся не дать вот все пошло не по плану глаза разбежались не добил тролля сразу потом резко те спрыгнул в руку добивать он разворачивался он уже замахивал лапки чтобы 2 накинуть второй третий но не вышло и потом не ультанул потом пришел потом сам в плохой позиции по двумя героями себя ультанул но уже поздно было ведь небольшая короче по этой игре видно как насколько важно арку прям далеко от всех держаться не зря же линзы купил нас это линза из трассы чаще вздуматься оппозиции подсейвил собой пожар благородный поступок но там от узко от узко решил горит новое бро я вот это сейчас обидно было для вивера злобный хохот от венге винга сабелькой жестко жестко там ходу сабелька покупается и разбирается выгоним да судя по всему так и есть работает теперь у винги есть аспект который добавляет ей бонусы и милишника и рейнджа и базовый интервал а так становится жестким топорик теперь на рейнджике можно покупать не тебе давали 8 урал счетом заруба снизу они вообще вдвоем находится спектра лес фармит астоп отпушивает только вообще в миде но кей известно от урок вам чувствует себя уже да да сейчас мантана здесь все он будет просто кочегарить он шарда еще нет шарды кому нужно добавить по поводу шарда урокла вот мы видим ей опасно он вообще зря в него первый скилл нажал что мне кажется он должен был сразу себя задиспалить за медлоба что венга обижала сабы 5 венга по итоги свапает вы него винги нет не забыть и не поддержали там тролль а чё хэл будет а алё 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 спектра дверка вы тут играть будет хороший шейклот и просто шикарный да ну вот наконец-то они подошли хотя и он плохую на урок ли второй нажал был очевидно что тролль тут уже с концами и надо 2 под холдей чтобы дизармом дать ну ладно убили и замахивался уже откат был пол секундочки вот такая файт стоишь просто накидываешь накидываешь в драке мама не качается по поводу шарда очень сильный шарт на урок ли и многие прям рейтинг сильный урок лошадник потому что у вас за шарда является одна кнопка в принципе шарт который добавляет еще одну кнопку это сильно шарт и рейнов действие который кастуется по области работать в большом круге дамажит врагов дамажит хиле тиммейтов дамажит врагов вот так же можно подфармливать крипов да вы просто в этом радиусе урон наносите 40 урона в секунду либо лечение то есть быстрее подпушил эти пачки можно нажать первый допустим и шардовую способность файте это лечение 40 всем и врагам дамаж 40 всем просто офигенная кнопка за 1400 к стрейндж большой лечение 40 урон 40 в радиусе а при этом еще и изменение лечение на 20 процентов то есть вы хилить и на одну пятую больше соответственно 1 на самом деле нормально это этой стеки больше по идее должны работать и урагов наоборот меньше да и ульта трога должна меньше хилить и ульта пуджа должна меньше хилить на 20 процентов прям самом деле очень классный тем файл скилл и дамы шахил и пореза режет хилл и добавляют хилл сильно но тут рачка которую чуть подрезали 10 процентов было сделали 8 не очень круто черчая потрясали наконец-то сильную нейтралку добавили магом вообще маги сейчас очень жесткие хотя в суши на урок ли учитывая от этого врожденную точнее аспект 4 эту нейтралку вы нибудь к еще купит попозже него сейчас усиление заклинанием 20 процентов ну что в принципе логично где-то 12 он получается с левелом нормальный урон 1400 хп грамм очень наверно нажал ну ладно хилл андрей на нажал шардовую изюсик проморгал чуть-чуть ему тут же вылетела тонна урона орок в 2600 поэтому не так много но был такой агрессивные самом деле если купить blink условно после филактерии ты же вообще по идее ну тебя очень сложно будет убить просто я раньше также думал я раньше также думал что ты вот с этим блинком но тебя блин заставляет наш как будто некоторых минут прыгать в челов и ты как правило оказываешься в такой плохой позиции вообще ну если прыгаешь туда ты должен понимать что ты у тебя уже сколько нет это не ошибка но не ошибкой ну ты можешь не прыгай да ты можешь аккуратно захотеть да вот но может быть моноригеном больше захотелось вот линза как будто им на реген дает ну вот вот к примеру пак очень похож в этой ситуации ты в некоторых моментах не можешь линка fight врываться потому что это очень сильно понижает твою выживаемость конечно конечно да ты ну ты ты выбираешь слушай но вот он понял что у него игра очень хорошая была почувствовал что при приятно с линзой и красок на орг или именно приятно с линзы но у тебя просто 5 активных способностей ну как линза не взять и все они так или иначе зависит от твоей дальности применения и ульта и даже шар тоже кастуется и пилоте линза блин хотя бы то линза блин да 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 если урона хватает мне кажется линза блин к это хорошо а если ты вот опять же по почувствовал что урона не хватает отошел к попыткам забрать второй раз грамотно кстати мансит от нее чтобы на его не свапнула но поэтому она задула и увидела его сразу подхилил себя кстати блинк на орак не ведь реальный бог и почему очень хорошо создавая способность самом деле проработала да нормально но пожил пожил на сразу же там прям я конца решила да ну очень 4 кило но vision зашел к сожалению это только нам было видно тралля повторимся поводу блинка слушай вот переобуюсь ну что на самом деле прикольно опять же после линзы потому что тебе же урон под ультой не наносит и до себя это ну там 10 секунд на последнем левеле раскачки ну давай так он купил бы раньше восемь с половиной до на после 12 уровня раскачки вальты восемь с половиной секунд длительность ультимейта три секунды проходит вам блин не сбивают после этого вы вульте можете блинкнуться в любую точку и там спокойно есть пять секунд чтобы похилиться а оракл такой герой который за пять секунд может накидать очень много себе хило поэтому блинк в какой-то степени он добавляет вам не только мобильности там сэйва но еще и вот неуязвимости в качестве вуза кухой абадон на хороших узбал и чуть не умер на пуджа активирующим догрызет но он умер тоже на поэтому да если урона хватает то филактерия линза blink наверное самый оптимальный билл если урона не хватает то это real blade но сушим шарником тоже может пожертвовать в какой-то степени другой стороны чем раньше чем лучше шар короче думайте смотрите по ситуации урона не хватает берите и blade урона хватает берите блин слушая могут успеть ты подраться за рошана шардик накинул шарик накинуть она накинул много дэмэджа файти будет этой кнопки под дисплеил щит какой-то нами ащит после свапа на венге сразу же подвышал да блин купил бы уже уже принес бы сейчас бы был бы не на таком очке на урок для тайца венгу добить есть вообще троллю как будто бы хана нас увидим свап свап и хук хорошо сыграем чем блин несет я не понимаю тогда есть венгу скорее всего тут бежит сквозь нее пуджа уже убили венгу убили нормально мабрика очень хата чё он его не купил вот прям наглядно видно как в этом файсе blink нужен 300 раз прогнул ну ладно файн всех поубивали по итогу из того что сразу не убили тролля убили трех героев сверху и level 20 почти уракла и тут на самом деле на 15 уровне спорить даже не нужно куророкл точно нужен левый талант брать потому что на двадцатом у вас еще один левый на урон эти был бы блин конку сейчас троллябов попробовал бы всушить хотя на самом деле он бы его не убил потому что у тролля огонь и мси ульта но может быть время потянул тиммейты бы пришли что вот он думает каю самимся какую-то хочет акторин что еще бы а вот круто то что на двадцатом левеле талант именно в процентах дает дэндж то есть не рассею взяли ну вот из келлица по урону соответственно и урон с 3 будет расти не понял еще раз у него 30 процентов к урону по врагам правильно да 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 но но это же она как бы по логике вещей она должна как она работает в процентах вот если ты сейчас вот скилл дамажит допустим 360 до со всеми усилениями двумя он дамажит 500 и вот эти 30 процентов от 500 идут по идее да и по идее базового значения с другой стороны а зачем тогда писать процента конечно да да тогда по идее было бы фиксировано цифра ну вот надо будет время желания и не забудем все протестим после катки к сенсии поэтому купил до хазань да нет ну не можешь только оба сленка играть но ну не может под вопросиком она вообще это там только шторму хорош я бы друг на других героях вообще этот это не покупал сейчас потому что пофиксили каю сын джу и она теперь тебе не дает резист к магии резист к станам извиняюсь но это будет супер глупо если не работает я между супер глупая в то что при центре написан кто знает порой так ты именно пишешь процентах но логики иначе нет как говорил сантим я реку нас выпуске бесконечный файт просто все дерутся но тут они проигрывают по идее даже должен набирать или нет или нет как говорил я реку проценты вот допустим это мы той же виверны они складываются как сложный процент и вот любое последующее усиление в процентах она как бы больше дает вот по поэтому соответственно скилл в процентах должен дамажить больше ну парад протащу протащу чтобы вопросов не было 17 скиллов уже между прочим на урок ли на клепал талант левый взял теперь усиление заклинание 35 процентов уж но это уже вы весома по поводу к и снг почему сейчас ее не стоит брать ну наверно не стоит брать на многих героях потому что теперь она вам дает 25 процентов к уменьшению расходу и потери маны как фэрис тринкет то есть вот теперь на шторме это хорошая шмотка потому что меньше маны тратите но при этом она не дает вам статус резиста то есть всяких там паков и так далее по ку плюс-минус пофиг ничего неужели пока прямо она заканчивается в отличие ну и подобные герои да пока я сын же любил из-за плотности да и за немножко урона урон не поменялся остался тем же на просто забрали возможность и стану выйти пораньше вот это очень неприятно поэтому на урок ли а зачем на урок ли она ему но монориген и монокаст точно ему не особо нужен просто решил увеличить урон заклинаний но с другой стороны мог обойтись к и просто и блинком он раскладе к сэн сейчас просто реже берут самая тема это тут поделали поделали он на урок ли пришел горит я тут ребят на камеру поснимал почему у него урон заклинаний уменьшился потому что он нейтралку скипнул да взял можно наводиться получается на портрет героя там будет писать кто вдруг не знал там будет писать все ваши бонусы атака защита атрибуты да вот если мы наведемся там же есть сопротивление магии то есть magic резист брони 43 процента урокла добром заклинаний в левом столбце атака 27 процентов все это можно чекать жмёт бакабай тут выбегает тролль нижнюю башню сил света нижняя башня сил света разрушена все блин есть мы дождались слот есть но и акторин следующим артефактом в принципе все все нормально ну да но по сути так и должен выглядеть все итоговый билд а вот что если чем можно заменить каю слушай на шторме то что я видел с берут каю на шторме но иногда ее даже не грейдят в каю сэнджу а грейдит ее в метеор подогоним вот некоторые игроки ну я не сказал что это при какие-то супер тир-1 игроки но хай птс просто плееры они берут себе часто метеор вместо кай сэнджи чтобы ну потому что дешево заградить стоит 300 голды рецепт 450 голды корона и собственно кая и ты вроде как стягиваешь аганимом кидаешь метеор бам-бам урон есть так что теперь метеор часто задумываются можно накинуть 2 хорошо бкб утралякс нет плохо нажала все кнопки сразу и не задиспалил 2 урокла урокова тот же наказывает нижнюю башню сил света атакуют силы света укрепили здесь немного просел план форсу не может кило найти он проклинает этого урокла дядя один скилов 18000 на самом деле просто урокла гигантским форс кивы получает пошел дамедж по венге учитывая часа все командно постоянно бегают нет такого что должен соло килков это совершить ровно всегда хватает ее и тут зевс еще подставляется там аганим на таске зевс в итоге ужасной ситуации поджиг снова пикают но здесь урона не хватит путь пушищу и вынужден бежать беги братанчик ну хорошо не обратил на несколько хп было у пуджа но он очень легко убил себя захиливает еще под на двадцатом левелем кстати мы по-моему разбирали план работает фортун сэнд применяет развеивание постоянно это видимо не просто при нажатии и контакта с врагом а еще и когда он за рутан и под эффектом фортун сэнд под первым снова видимо вот такая история искать что это мусорные таланты знаешь на 25 полторы секунды действия ульты хотя там и так 10 что это за усиление на 15 процентов просто на аркла на двадцать пятом никто не рассматривал сути по всему из разработчиков его можно тиммейта кидать или с него типа все дисплей лица сразу в тени готов какого-то времени максимальная длительность две с половиной то есть вот две с половиной ты кинул сразу отпустил и видимо ты ты с половиной с него дисплей лишь но все равно блин ну чё ты талант 25 уровня в эрке просто минус 18 секунд когда ульты при убийстве героя фокус файл этот талантик или у вивера плюс 1 джамина это так успел ульт на себя накидывать но там на самом деле там уже сколько влетел не смотри они ваши ликадоца потому что его постоянно рутал тролль это кстати забавная механика он умер у него как бы блин был запрещен потому что рут проб ну вот забавный момент как будто только троги а может постоянно держать в этой сетке бесконечно ты не можешь блин кануться а наша обновляется 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 и вот он не смог блин так у затронули и на 7 секунд перна можем принципе промотать на минутку давай да ничего не происходило все равно факторин готов нейтралка имеется по предметам что еще можно взять ну наверное какие-то айон диски там и так далее что тобой это видел макарова морокли тимас ролик и дядь на идеальный нейтрал до парк на закрепление 45 процентов такое конечно не часто увидишь пришлось за шарик постелить даже уже он фуловый я будет на спектре и резервисы спекре очкун но ты же фуловый нифига он вообще не фуловый доказалось что он сейчас на спектре встанет и всех убьет у хп обчет мало захилила мало похилил это ну видимо там дэмэджа просто слишком много было ну может быть у него просто fly спектра угла это сколько хп у пуджа было 2 500 если что не он про к сильному вопрос когда еще очень маленькая будет финальная битва судя по всему нравится как все играют до конца что сейчас так часто в микро камбэке че происходят всякое может произойти вера убили без боя хорошей пол а я и верка улетела на пути убивают кора у них только зевс таверне и так тролль еще отправился таверну там по ходу капу я покачивающим давай тут за заруба на самом деле нереально очередной хороший шейкл от варки это сейчас будет килл да нет прожимают бк башку трое вроде выживают за ним побегут как будто вы вер бежит тролль после боя все это джи джи да интересно посмотреть сейчас на то сколько урона нанес оракова в этом файте по ощущениям прям нормальная залетела она файт еще не заканчивается динга бегает итоги боя оракал 12600 урона офигеть непонятно как это работает честно говоря сложно протестить такой карты может быть комментах кто-то напишет вроде как работает просто накалить на значение от урона написанного 360 что как-то маловато ну тогда это странно почему в процентах написано если так 70 тысяч урона неё с на урок или больше чем больше чем зевс вот так вот хорошая игра на урок ли получилось спасибо всем за просмотр пишите комментарии всем пока шага пока